Время героев, Великая Отечественная война – это еще одна прочная нить поколений. Сегодняшние ученики передают свои поздравления и благодарности тем, кто со школьной скамьи в годы войны уходил на фронт или работал в тылу. Тем, кто столкнулся с войной. Студия «Нотка» в лице юных люберчан поздравляет ветеранов с Днем Победы. Милые мои ребятки, какие вы все хорошие, красивые. Поздравлять нас, не забывайте нас. Спасибо вам большое, большое спасибо. Мне даже заплакать от радости хочется. Я вас целую, всех целую я вас. Если ветеран не может пойти на праздник, то праздник приходит к ветерану. С Днем Победы, не выходя из дома. Веру Федоровну онлайн поздравили ребята из люберецкого ансамбля «Нотка». Уважаемая Вера Федоровна, поздравляю вас с праздником Победы. Спасибо, спасибо. Я говорю всем дружникам тыла, спасибо, что мы не знаем войны. Всю горечь военных лет ветеран труда Вера Милёхина увидела в студенческое время, когда совмещала учебу с помощью врачам в военном госпитале. Много раненых очень было. Мы стирали винты кровяные, постельное, отдельное белье стирали, убирались, окна мыли. Было тяжело, но мы не сдавали. Мы вместе ховали победу, мы делали операции, лечили, а ваша работа не легче была нашей. Нам надо было все чистота, порядок. Юные музыканты записали персональные видеопоздравления отруженикам тыла, малолетним узникам концлагерей, членам ветеранских организаций и, конечно, непосредственным участникам войны. Дети показали, что их подвиг не забыт. Спасибо за ваш подвиг, веру, силу, за ваш героизм. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась вам эта победа. Здоровья вам! И пусть этот мир для вас будет добрым и достойным. Своё поздравление получил и ветеран войны Анатолий Зинин. Тот самый День Победы 45-го вспоминает сейчас с особым трепетом. День Победы я встречал в Кракове. У нас был салют солидный. Тогда не было этих ракетных с боевыми стреляли. Радость, конечно, была. Конечно. Конечно, приятно. Ну, как бы хотелось. Как всегда. Как всегда не получится. А 9 мая 2020-го Анатолий Михеевич отметит вдвоём с верным другом, котом Василием. 75-летие Великой Победы ветеранам и другим люберчанам, видевшим своими глазами войну. Придётся отметить в непривычной обстановке. Дома. Чтобы у вас всё было хорошо в мире. Такая сейчас зараза нам. Терпите, крепите. Мы победили такую войну. И я победила. Мы не сгибаемые. Мы сильные. Мы русский сильный народ. Мы сильные. Мы не сдадимся никого. Мы будем быть здоровыми. Мы будем помнить, что такое война. Ах, ветераны, наденьте свои ордена. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.